добрый вечер еще раз значит а доклад про докер я не уфак вдоль в докере и вообще раньше поливал говном говорил что технологии непригодны а потом внезапно появилась необходимость continuous integration поправить и вот внезапно после доклад опыт владения докером у меня 22 дня вот значит требования у нас есть проект которым я работаю там в общем много серверов и есть continuous integration там очень плохой какой есть к нему были искать давно поставлены такие требования значит процесс должен быть повторяемые собрали пакет собрали пакет собрали пакет один тот же пакет в итоге ну как минимум работает одинаково у нас пять версий операционных систем debian 8 7 6 там что-то еще 100 с 7 5 так далее так далее ну хорошо free bsd нет собираем депр пакеты собираем тип пакеты то есть питона какие там еще фигню нпм пока не собираем но скоро может начнем нужно в этой всей системе быстренько добавлять новые билды нужно как все автоматизировать то есть иметь центральную кнопку там как джоэльс польский говорит нажали сбил деле все довольны и все это значит должно работать масштабироваться у нас одна машина билдит вторая машина третья вот но денег у нас на самом деле нет на четвертую но если появится было бы идеально какие требования закладывались контейнер integration но не озвучивались я просто в проекте и у меня появились свои требования вот мне очень хотелось чтобы это все можно было декларировано записать как выглядит билд вот вы собираете пакет он написано плюсах там какие то есть либо boost что там еще есть в плюсах помогать это все до кроме чтобы я мог где-то записать что boost версия 149 1410 там и так далее чтобы все где-то в каком гите лежало что можно было смотреть чья корявая рука поменяла там зависимость чтобы это все было легко описуемо и было бы идеально если бы это все можно было разворачивать локально у меня есть демон написано плюсах а я не я не использую cento s7 не неудобен он и мне как-то это локально собрать вот а я в прайде у меня маг ну и начинаются проблемы я не могу ничего это собрать и думаю как я лезу на удаленный сервер делаю scp или вимом там ильи максом как у нас от иван пользуется там вот и в общем куча проблем и с этим как не с этой грешни фига не континьюс что мы сделали первым делом мы собрали это было очень давно купили хост на хестнере порезали его на контейнеры ну запустили там н в ямок 1 в м к стала центу с 7 другая не на то дальше центу с 5 другая дебен 6 и так далее это все виртуализация на уровне хоста каждому свой айпи выделили ключи ssh разложили все удобно все кто-то ходит кто вообще имеет ключ быстро замусорилась даже уборщица имеет ключ может зайти сделать там юм апдейт кто-то пакет прописала как у кого-то там руки дошли он пип-инстал начал пользоваться в общем в итоге появляются машину которых а как билдит а я не знаю там иди там рпм qa лист смотри версии пип фриз делай тому дело что хочешь короче вот пожалуйста клона сделать нельзя но виртуалку можно вроде как расклонировать но вот когда она умрет или там хестер нам отключить она сразу хестер отключил билл не прошел и мы утром просыпаемся а у нас все билд машины недоступны вот такой холодочек холодочек и ладошки потные вот думаем ну насчет менять перешли на lx и контейнеры это виртуализация на уровне уже ядра когда заходишь на хвост поднимаешь там машину например я хочу поднять у нас ubuntu ubuntu стоит 14 что-то на ней поднимаем cento s7 машинку в ней запускаем билд она гасится вот все такое значит ну на словах хорошо так сказать лев толстой а на а на деле нужны кит скрипты обвязка это все машину подняли отклонировали в ней запустили она упала надо там это как-то там сет минус ек тут поставил все упало контейнер не сдох не удалился диск на диске место не резиновое но в общем куча проблем все какой-то жизненный цикл отсутствует локально опять не запустить над делать ssh на эту машинку вот но у некоторых людей вот иногда вижу нет такие закладки ssh что до сша что больше очень удобно жить с посажей а что было когда не была сашка задумывались сколько более бы вот есть описание декларативные продавите занимает 10 экранах опять произошло полное замусоривания то есть есть контейнер но от когда поднимаешь а чего уборщица ключи то были мигрировать из предыдущей машин тоже уборщица поднимает этот машину ставит там pip install что-то гасит ее и опять никто не может сказать как это все работает плюс у нас еще puppet есть но мы этим не гордимся он используется для синхронизации для разных билдов ну скажем так у вас есть две машины два хаста здесь lxc контейнеры и здесь а дженкинс настроен так что он выбирает рандомно где бы сбилдиться ну где сейчас есть место и вот вам нужно и здесь поправить lxc контейнер ну да чем там сцп сделать например ну а кто-то заборщица на забывает у нас и прыг надо как-то общем это все папе как-то выглядит в итоге у нас есть сервера но их обозначил что у нас есть сервер а сервер б серверу а какие-то требуется пакета но он у нас бывает разных версий дэбин сентуэс там и так далее дэбин раз но там в пакет одни и те же то есть мы три пакета для каждой системы ставим к ним еще и зависимости ну грубо говоря такая же машина только мы там отдельно билдим ну это для примера мы руби не пользуемся но джес не пользуемся бустом пользуемся и мы отдельно билдим буст чтобы поставить вот сюда чтобы вот здесь сбилдить пакет как это выглядит в реальности но есть еще какой-то сервер б который тоже использует такую же систему но пакеты ставит другие это билдеры вот это все три разные машины используют один билдер скажем здесь вот я не но вот эти две один билдер вот эти другие получается вроде бы таргет система где мы хотим сбилдиться там липсинг не есть требование какое-то на одном сервере одна на другом хотя них одна и та же операционная система про дебен джейси дебен 8 но здесь вот минорная версия такая должна быть а здесь такая другая но мы как бы на это кладем с прибором и вот таким образом появляется какое-то количество серверов которые не отвечают количеству production серверов ну здесь мы билдим все оставим везде ну и так далее вот у нас появились у нас были надводные камни то есть всем стало видно что все очень плохо никакой версионируемости есть вики вики есть история вот иди ищи в комментариях кто это сделал вот ну как злоумышленник обычно не пишет абсолютно не у ни в чем не уверен люди теряют мотивацию как либо поддерживать эти билды люди в проекте их машина сбивает они уходят в другие места грузовик вот всех позбивал остается мало количества людей которые способны поддерживать вот последний ушел оставил вики читайте правьте у людей появляется какое-то отторжение они там начинают говорить какой-то ереси там докер контейнерами билдить там ввс засовывать в общем них не нравится вся система в общем эксплуатирует это уборщица она очень не квалифицированно и все никак не уволит чем усугубляем все это дело у нас дженкинс очень плохо настроен он билдит весь мир все наши пакеты вот вы там делаете гид там touch ридми вправили в ридми комитим ридми делаем пуш build the world и пошли все серваки весь дженкинс запускать и это билд и это билд и это все билдит через час ага упала и начинаю смотреть там а чё упал так мы ридми правили ну теперь докажи там что-то не виноват что там твои изменения не привели к падению там где-то потому что билдер там что-то не отработал так далее в общем система хрупкая система ужасная вот результат вот кто скажет первое что так сказать у нас есть проблемы тот пятая колонна да результат хочешь собрать маленький пакет собираешь все хочешь собрать старый бранч ничего не собираешь старые бранчи скажем не умеют работать там с новыми билдерами там и так далее добавить новую операционную систему вот сейчас там что у нас там дебен то сид хочешь добавить все и отгребаешь все это вот не знаешь что делать нужно искать новый подход вот наша жизнь до этого вот наша жизнь как мы видим пока как я ее вижу проект не очень и как где на стадии но мы думаем что как-то в этом сторону будем двигаться нас есть появляется докер докер это один файл докер файл ну там экосистема нож большая там целые флоты строят но на уровне гитая это выглядит примерно вот так сейчас вот есть сервер а мы декларируем в докер файле что у нас там есть апт гет там то все есть некий ну без мэк файлов как бы не обойтись вот все время говоришь мэк файлы мэк файлы сколько лет прошло как бы и опять комичеваешь мэк файлы и не видишь этому конца никакого далее вот тут мы храним файлики которые идут на билдер там какие-то конфиги собственно докер файл которыми пользуется дальше храним засовываем дженкинс конфигурацию у нас есть сервер а в нем мы собираем н пакетов и каждый каждому пакету соответствует конфигурация какой build image пользователь нам и так далее то есть все сводится к простому интерфейсу в мэк файле для сервера а докер файл там мэк файл отвечает на три запроса сбилдить имидж сбилдить пакет конкретный там их может быть несколько и синхронизирует с дженкинсом заставить это работать автоматически и преимущество докер он как бы более-менее он работает везде я на windows не пробовал не знаю требует ядра 311 плюс но это уже нормально почти везде эта штука существует можно использовать для разработки можно собрать докер имидж локально подключить репу и там внутри собирать гонять тесты тогда то есть я хочу подчеркнуть мы это делаем только для сборки рпм и деп пакетов на данный момент мы не запускаем приложение внутри докера вот когда вам нужно по таргет системы прогнать тесты на нужных либо на нужных зависимостях вот это оно докер умеет кешироваться когда вы собираете имидж он каждый сейф-поинт сохраняет и очень быстренько грубо говоря вы меняете изменения внизу и он не билдит весь мир а инкрементально хранится это может кешировать сразу проблемы там на есть появились это через неделю стало очевидно что докер работает не так как это хотелось бы изначально и ну боль там есть своя значит в докере есть там дальше будут примеры есть к некий интерфейс common line где там можно сказать докер запустись докер что-то сделай и проблема докера в том что он стейтласс абсолютно вот вы билдите имидж и он фиксирует сразу юзер айди например ю ю айди вашего юзера тысяча там или или там что-то еще версия пакета и так далее когда вы запускаете имидж и к нему что-то монтируете то это уже проблемы хоста и докера начинаются у вас могут быть разные ю айди у хост системы разный и как бы не можете писать в папку там и так далее то есть нельзя делать хардлинки хардлинк между хостовой системой докерной системы просто зачем ну казалось бы не очевидно но когда делаешь собираешь питон пакет то там эти так странно написанный пакет билд система она использует хардлинки но это все хаками как бы мейк файл растет но в целом пока остается в уровне двух экранов сложность значит переменные надо как-то пробрасывать вот вы дженкинс и запустили там какой-то билд айди теперь надо внутрь докера пропихнуть там вот затолкать все эти переменные чтоб там собралось это все смонтировать если у вас все в рантайме значит вот выглядит еще раз так более подробно у нас есть проектный репозиторий ну у нас не так этот идея идеальная картина лежит аппликейшн 1 аппликейшн 2 и вот дальше мы монтируем гид саб модулем вот эту вот всю бодягу заходим в билд саб модуль монтируем нужное приложение внутрь докера и уже там мэк билд мэк инсталл и так далее на уровне использования докера вот мы заходим в папочку дети имиджи лежат и и говорим докер билд и вот здесь мы как мы водитель шкоды он утверждает что он поломал систему когда купил шкоду volkswagen дешевле там вот мы также думаем мы теперь будем не не стейтлес а стейтфул делать докер докер у нас работает на каждой системе и билдится ну по тому юзеру который там и есть эффективный вот дженкинс работает по дженкинс юзером и на одном билд хосте он тысячи там один на другом тысяча два вот мы на каждом билд хосте вот с таким параметром билдим пробрасываем внутрь штабка мы монтировали хост систему у них у 1 совпадал и можно было писать вот гляжу я вперед и думаю что количество воркараундов будет расти и возможно не все мы сможем одолеть но пока пока одолеваем дальше вот мы запускаем билд пример опять раны пробрасываем что мы монтируем какая рабочая папка внешние переменные что мы там в баше внутри запускаем пэкэдж тест все дела пока работает что дальше какие нас планы планы на будущее убрать дебиан пакета но это такое как бы все меньше и меньше планов убирать и использовать докер как как самостоятельную единицу деплоид докером тоже непонятно жить хорошо не знаю горя и технология в общем-то не идеально в ней куча гитхобишесов открыто но жить с ней возможно и надеюсь вот этого пока не произойдет у меня в общем-то все я коротко теперь ваш вопрос про катинеса больше пожалуйста да мы меняем нач как изменить конфигурации открываем докер файл прописываем новую строчку об get install делаем мэйк билд докер билд и опять у нас готова новый имидж да мы это меняем доделаем новый имидж билдим и конфигурацию в гид и все поехало ну собственно вот из последнего больше чем кодового ситуация когда ты просто так запихиваешь контент и целое приложение то есть там начиная с головы девят джейси там поставили пинтончик жалку скопировали сердце своего проекта мы уже увидели что это не работает почему? потому что получается очень интересный артефакт каждый собирает у себя локально да у кого-то зафишевывалось в версии библиотечки из какой-то проблемой в нашем случае это был реквест из какой-то минеральной версии ну это проблема у вас вы очень не точно вы не точно фиксируете ваши зависимости вы делаете пип-фриз вы пип-фриз делаете вот его сохраняйте мы сделали пип-фриз мы заворачиваем зависимости но тем не менее это все равно приводит потому что проблема была не в том как реквест санкции а вот проблема была как из минеральной версии ну подожди так это к докеру не относится это если бы вы мимо докера билдили то же самая проблема была не так вы и докер пока 0.1 ну вообще да разделяя и это диплой все верно вообще то что у вас человек билдит для продакшена уже говорит о том что вы делаете что-то неправильно вам дженкинс комьюнити опенсорс для чего дало чтобы вы его игнорировали задумайтесь да что вы я жару я увижу себя да 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 ну к сожалению не наш случай наш случай continuous integration нам нужно на таргет системе повторяемое иметь возможность собрать пакет мы не запускаем ничего на продакшене в докер мы не кладем мы вот артефакт получены из докера запускаем в продакшене нет я не пробовал но может быть когда-нибудь дорасту у вас дженкин жопа тут на какие вещи я наступил на грабли есть например TTY вот ну так зачем вам мир опенсорса дал make файлы проверяйте и компонуйте то есть если вы находитесь внутри дженкинса где отсутствует TTY ну проверьте локально вы можете присутствует ли стандарт input если присутствует добавьте T минус T если отсутствует уберите минус T то есть на лету конфигурируйте ту команду которая запускает докер превозмогайте превозмогайте трудности ну опять же это не проблема докера это ну ну не знаю сделайте апгет апгрейд ну или юм апгрейд скажем так эти билды вот сейчас работают два дня они стабильнее чем LXC билды и ситуация когда на диске кончается место а у нас на билд хостах мало мало места фирма как бы только в стартап развивается немного денег выделяет на эту всю систему и место заканчивается вот что докер делает ну контейнер не запустился он его засуспендил на диск положил удалил ты этот контейнер сказал билд и все что с LXC пошел руками нашел где что там удалил то есть нету без в докере мы имеем меньше менеджмента руками докер за нас умеет многие вещи делать мы можем сказать почисть старые имиджи удалить нерабочий контейнер и так далее так что ваша проблема с гемами кстати намекает что вы используете гемы подумайте дважды у вас какая то вот по своим словам антон у вас недетерминированность недетерминированность она не может быть ну она может быть связана с чем угодно и у вас докер периодически подвисает но мне сложно комментировать это так телепатом это что сказать недостаточно мачурная технология для вас ГИТ 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 Докер файл Докер файл ГИТ 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 То есть мы кладём только докер файл ну не только это еще что так Вот, еще раз, давайте посмотрим внимательно, как устроим репозиторий Есть основной репозиторий, где лежит код наш системный К нему сабмодулям подключен еще репозиторий, где лежит докер Во время билда Дженкинс делает гид Что у нас там гид, напомните, чекаут Я просто, знаете, не палясь, что у нас SVN Пытаюсь как команда переносить Вот, делает гид чекаут, дальше гид сабмодуля апдейт Вот здесь он запускает, видите докер файл Здесь лежит make файл, он ему говорит make, build Если изменений в докер файле не было, это 5-секундная операция Он просто проверяет все, все сейвпоинты Если они не изменились, он просто говорит build, имидж готов Можно пользоваться Запускаем run, тут же, на месте Монтируем код двумя папками выше Подключаем его внутрь докера Запускаем build Это в Дженкинсе так работает То есть, получается, мы на сервак только гид даем Да, он и команду там Это build-сервер Это где мы билдим деп-пакеты Мы получаем деп-пакеты А вот деп-пакеты мы кладем уже в деп-репозиторий А на продакшен мы делаем апдгета апдейт и апдгета апгрейт Это пока не наш случай Да, есть возможность экспортировать имидж и гонять Да, да, вот здесь, например Да, он платный, я хочу сказать, он платный Но можно сделать экспорт Можно экспорт делать Вы можете билдить в одном месте, делать экспорт И потом сделать СЦП И там уже распаковать И докер позволяет как делать экспорт, так импорт Ну, надо сказать, что докер ограничивает докер-файл 127 командами всего То есть, вот здесь нельзя писать до бесконечности Поэтому вот так и пишут Вот эти end-end То есть, мы команду Хороший тон Компакт Можно Что вас остановит? Полиции нет вокруг Конечно, можно Можно сделать копии и там рам Абсолютно можно Другое дело, нужно ли? А почему вам там же рядом с ним? Логично Логично Ну, так нагляднее, на мой взгляд Ну, зависит от системы Представьте, вы берете минимальный джесси Он весит 80 мегабайт Добавляете Ну, Build Essential Это там GCC и прочее Ну, мегабайт 200 дабайт У нас, по опыту Имидж весит порядка полтора гигабайта Для билдера Для билдера Это где все либы установлены Где все-все-все-все зависимости Это полтора гига Я предполагаю, что гиг полтора Готовьтесь Говорят же все Диски сейчас дешево стоят Ну, это весь Минимальный Вот весь минимальный Докер файл Ну, надо чистить Я знаю, да Я знаю, да, конечно Мы чистим В этом экземпле его нет Но мы его чистим Просто у нас лип много Мы там ставим Простыню Кстати, вот здесь Подставлен еще хак Как мы это делаем GID Юзера И группа ID И вот Мы прокидываем Две переменные Что у меня там На Маке стоит Вот сюда Чтобы создать Внутри пользователя С моим Маковским UID Чтобы я мог Из докера Писать в хост Ну, иметь на запись Ну, костыль Как бы Подругой Подожди Там еще есть N-файлы Которые Сложат N-файлы К сожалению Не работают Там бах Открыт Не работает Пока У вас версия старая Проапгрейдитесь Можно Можно Писать Вот здесь Мой Бейс Имидж Но это На мой взгляд Создает ад Лучше один иметь State Такой вот Потому что Всегда найдется Уборщица Которая в итоге Получит ключ И будет верхний Ваш имидж Править У нас есть Такая уборщица Как бы Если вас нет Можете Здесь Понимаете Если у вас Зависимость от внешнего Какого-то Она меняет все Здесь у нас Ну, конечно Мы можем не верить Докеру И сказать Ну, они тоже здесь Правят что-то Ну, это вряд ли Хотя Всякое бывает Да Ну, здесь мы С нуля Начинаем Вот С нулевой точки Знаете Никто Вас Не отговаривает Использовать ООП В докере Если вы любите ООП То есть Наследуйтесь Ну, окей Есть LXC В EM Были Почему ты верил Свято верил В то, что Если ты Папитом Накатил Одно состояние State X И вдруг Ты понял Что он абсолютно Здесь не нужен Этот State Если ты накатишь Делаешь Гид Там Ривьер Там Назад Вернешься И прогонишь Папит По той же машине На которой Ты только что Прогнал То она Вернется В то же состояние Вот он Был уверен В этом А здесь Понимаете Здесь Атомарность Вот Вот здесь Я уверен Что вот Вот в этом месте Нет ничего От предыдущих Состояний Вот здесь И так далее Jail Это вы Про FreeBSD Уже говорите А FreeBSD Это Попытки Но Что делать Если мы живем В мире Где никто Ничего не написал Лучше Linux Ну кто написал OS2 Если Ну Да Виртуалку Да Нужно Контролировать То есть Как вы Будете контролировать Да Вагрант Откатов Так мы Мы про софт Или про откаты Про софт Или про откаты Не Рус Нано Но Опять же Вы в Вагранте У вас есть сценарий В Вагранте Где вы делаете Вот это Когда у вас В Вагранте Машина умерла Что вы делаете Вы Билдите Заново Представьте Вам нужно Ставить Вагрант Куда можно Поставить На Билд систему Без Без Headless Моде Например На Ubuntu Можно поставить Можно Сколько Это займет Времени Апт Гет Инстал Докер Инжин Мэйк Билд Да Ну Как вам сказать Докер Использует LX Снизу Вагрант Использует Ну Как бы Они все Это используют Это Применение Одной Это просто Human Не Ну Понятно Что Давайте Откатимся На вчерашний Гид Сделаем Гид Ревер Там Это Ну Как вам сказать Откатываться Здесь Проще Можно Через Гид Трекать Состояние В М Будете Засовывать Целиком В гид Смотреть Див Иван На практике У нас Вот этот Файл Более Большой И Мэйк Файл В котором Вот это Вот в Таргетах Вот это Таргет Билд Пэккедж Таргет Пэккедж Это Таргет Билд Вот с помощью Заходим И говорим Мэйк Файлу Билд Он смотрит В нужный Имэйк Находит Рядом Докер Файл И Запускает Вот эту Команду То есть Вот весь Интерфейс Это проще Чем Вагранд Намного Проще Ну как Если Любите Мэйк Файлы То В общем-то Тоже Вас Остановит Ну Что плохого В баш То Что На нем Пишут Скрипты Больше Пяти Строк Плохого В мэйк Файлов Хорошо Когда Они Ограничиваются Одним Экраном Еще Есть Какие Нибудь У вас Консерны Отлично Ну что Спасибо Всем